И вопрос вот в чем. Они мне сватают стать у них священником. Походим мы и ходим и в нашу церковь, и в ту церковь. Плохо тянет, плохо работает интернет. Накручивает, вас не видно. А что вы имеете ввиду «наше»? Слово «наше»? Ну, в нашем селе. Мне к этой церкви ближе, получается, 2 километра, а туда 58. Ой-ой-ой. Ну, это не вопрос расстояния, вопрос, согласен ли мне стать священником, но пусть это тоже я буду в зарубежной церкви. Володя, ты не отходи. Вы что, хотите быть священником? Ему предложили стать священником в зарубежной церкви. Он у вас совета спрашивает, стоит ли... Вот подождите, так просто не делается. Нам нужно хорошее... Чтобы я каждое слово слышал. Оно вот сейчас так крутит и крутит у вас на лице. И не тянет. Что-то с интернетом плохо. Ну, я опять звоню позже. Он может настроиться. Вам сколько лет? 43. 43. Подходящий. А к какому они, епископу, принадлежат, зарубежные? Как Афангелу? Да. Афангелу. Понятно. Мы его все время поминаем в молитвах каждый день. Ну, я это слышу и знаю. Вот то, что мне делать. Я вот это, понимаете, я... То есть, все, кто меня видит, и кто все меня знает. О, ты священник, ты же батюшка, ты этот. Ну, понятно, просто... Я хотел быть, ну, у меня была такая мысля, мы когда-то в школе, жена, когда работала еще в школе, она пошила, в общем, вернее, мы шили. Я, она, теща, в общем, все шили костюм святого Николая. Ну, на Николая, чтобы детей, в общем, красиво, чтобы было как положено. То есть, шили костюм, а он похож на священнический, соответственно. И мне, в общем, с того момента, как она, как, запала в душу, и все-таки хочу, хочу понимать, как она висит, ну, где-то там одна полочка, а теперь выплескивается. И, в общем, в сомнениях вы... Не за что делать. Я так не... Ну, простирайтесь вперед, это хорошо, но надо все это проверить. Уже женатые вы были один раз? Да. С женой венчаны? Венчаны. Понятно. Но венчание было... Смотрите, нас сначала повенчали на Западной Украине, там, где раскольники, но мы-то не знали. А потом перевенчали в нас, в этой церкви, уже в домах, скажем так. А потом, оказывается, еще не было у нас погружение при крещении. Потом, после этого все погрузились. Покрестились. Ну, я сказал, что у нас вас прошло, что теперь считается правильно, ну, как я вам... Венчание законное. Понятно. А когда вы к Богу обратились-то? Ну, уже 14 лет. О! А с кем ходили? С матерью, с бабушкой? С женой и с ребенком. Ребенок родился, и я его носил на причастиях. Так, вам какой возраст был, когда вы стали регулярно ходить в церковь? Сколько лет было? Ну, сейчас, минус 13... 30, 30. Ну, примерно, там 30. А вы знаете, что такое рождение свыше? Ну, это крещение и осенение... Ну, что... Как его? Крещение полным погружением и тяне Иванови и... Молитвы. Крещение – это завершающий акт. Это уже третья ступень. Главное – это, чтобы Христос был вашим единым спасителем. Чтобы вы поверили, что Он умер за вас. И ваша жизнь изменилась. Встреча у вас такая была, что жизнь вся по-другому пошла. Это перерождение. А некоторые думают, физически я покрестил со рождения. Нет. Вот сегодня сколько их там мочат, лбы, обманывают. Никакого рождения нету. Это обман. Вот рождение, ну, понятно. Родился ребенок, он плачет, просит. Вот так человек. Вчера знать ничего не знал. А сегодня только услышал, и Евангелие еще в руках не держал. И, может быть, рождение свыше. Это перемена всей жизни. Всем умом, всем сердцем. Вот, это определенное число, человек запоминает. А когда не знает, у него не было. Это все под сомнением тогда. Вот так. Тут надо все это тщательно смотреть. Держите в себе то, что имеете. Не торопитесь. А у вас там далеко семинария-то? Не знаю. Было в Киеве ближайшее. А у вас есть желание окончить семинарию? Вот тут пока под сомнением хозяйство, жена, дети и все остальное. Знаете, как все своими руками охватил. Никого не подпускаю. И теперь это сомнение мне как раз. Что делать? Бросать все и идти учиться? Или подождать еще немножко, потом идти учиться? Подождать заочно. Заочно учиться. Заочно. Вот у нас есть брат тут один, он заочно работает на важной работе. И он ее не потерял. Его одни пятерки там. Так мало того, перед архиереем уже настоятель ходатайствовали, чтобы за один год кончить два курса. Он один курс кончил. Если нынче все это потянет, так же, как первый курс, в следующий год он будет уже на четвертом курсе. Надо закончить. Потому что без семинария-то где-то что-то коснется, и вас нигде не примут. Хочешь, не хочешь, а надо знать. И там многое хорошего преподают. Это надо всю службу знать. Это большая работа. Заочно. А работу свою не бросайте. Пока не бросай, потому что у меня учитель, у меня дети. Каждый день уроки, кроме субботы и воскресенья. У вас какой рост? Рост какой? 181. А вес? 75. 75. Ну, плюс-минус. Ну, у вас хорошая, как раз ровно вы входите. В норму свою. Хорошая у вас конституция. Ну, да. Сейчас пост начнется вообще хорошо. 76 будет. Это я уже поправился. А Александр у вас это имя по крещению? Да. Ну, в общем так. Занимайтесь пока. Там будет видно. Молитесь на наших вот... Через каждые два часа моления. Вы тут бываете с нами? На 90 процентов. Потому что иногда в школе. Так, понятно. Мне как помолиться. А жену у вас не Елена звать? Нет, Наталья. А то Наталья. Она ответила, как она пришла на наши ресурсы. А вы на наших ресурсах-то бываете? Я бываю. Я там ответил мало. Потому что... Как было, так и ответил. А вы отвечали? Вы уже... Через жену. Вы уже отвечали, да? Да. А-а-а. Ну, я потом посмотрю. Ну, ладно тогда. Время не тратим. С Богом. Да, спасибо, Господи. Хорошо, молитесь. Доброе желание желаете. Спасибо.